Бунин в литературе и культуре и критике других стран. Если у кого-то будут материалы такого рода, а вот у нас здесь уже есть Бунин во Франции, Бунин в Италии, хотелось бы более широко, то сразу скажу, у нас сейчас готовится большой том, новый том литературного наследства в четырёх книгах, посвящённых Бунину. А следом планируется том вокруг Бунина, куда очень хотелось бы включить, по крайней мере, несколько таких вот обзоров Бунина в критике литературе и других странах. Потому что во многих странах это просто табло раза. Если Бунин во Франции более-менее писали, всё-таки он там полжизни прожил, то, скажем, уже Бунин и Германия, это почти никому неизвестно. Писали о нём много даже до Нобелевки, не говоря уж о том, что после Нобелевки писали везде. Так что предложил бы подумать над этим особо, и на круглом столе мы вернёмся к этой теме, она самая для нас больная и насущная. А сейчас следующий доклад. Эйда Гаррэнта, профессор Миланского государственного университета, доклад Ринальда Пюфферли, переводчик, издатель, критик и корреспондент Бунина на материале личных и издательских архивов. Разрешите мне поблагодарить организаторов конференции за приглашение. И у меня будет презентация. И отдельные цитаты я не буду уже читать, чтобы вложиться в экраны, можно уже посмотреть и только на экран. Творчество писателей Парижской и Русской диаспоры, и в частности Ивана Бунина, было бы значительно менее известно в Италии в 20-х и 90-х годах, если бы не деятельность поэта, прозайка, журналист и переводчика Ринато Гюффера. Родившийся в Петербурге в 93-м году на семья известного скульптора итальянского и немецкого происхождения, 15-летний гюффер уехал из России с родителями в 18-м году за несколько гидов Октябрьского переворота. Приехав в Италию, он с головой погрузился в изучение итальянской культуры, не утратив при этом постоянного интереса к русской литературе и особенно к русской поэте. Первые переводами Кюффера на итальянский язык, драматические произведения Кустина и Кругеева и оперные липроекты для театра Раскара, затем, начиная со второй половины 20-х годов и до начала Второй мировой войны, он познакомил итальянскую публику с творчеством самых видных прозайков русского поэта. До тех пор почти и совсем неизвестных в Италии, если не считать многочисленных переводов произведений в Италии Решковского. Благодаря контактам Кюффера с такими крупными в Иранске издательствах, как Мандалори, и, прежде всего, благодаря осуществлению проекта «Русская библиотека при издательстве Ветки» Кюффера удалось опубликовать значительное количество произведений русских писателей-эмигрантов, как Аданова, Бориса Зайцева, Терфи, Василия Ивановского, либо в собственном переводе, либо когда он выступал в роли редактора. Что касается отношений Кюффера и Бунина, мы располагаем многочисленными разнообразными материалами, свидетельствующими о глубоком интересе Кюффера прозаическому и поэтическому творчеству Бунина, который нашел отражение в его статьях, переводах и также их личных отношениях. Первое проявление Кюффера и Бунина относится к самому началу 1927 года, когда молодой Кюффер, еще не окончивший университет, но уже в позже миланской литературной круги, начинает вести в литературном журнале «Новельха» рубрику о литературных новостях русского Парижа и других центров русской диаспоры. Надо сказать, что для беженца Кюффера советская литература как бы не существует, для него подлинная русская литература исключительно эмигрантская. Рубрика, хотя и занимает всего одну-две странички, свидетельствует о том, что Кюфферы были довольно хорошо осудомлены о литературных новостях диаспоры и в первую очередь о новых изданиях произведений Бунина и других эмигрантских писателей. В этих рецензиях Бунин – один из главных представителей русской современной литературы. Кюфферы с похвалой отзываются о его стиле и неиссякаемом разнообразии тем и образов. Рецензии содержат короткие заметки о сборниках «Солнечный удар» и «Последние свидания», так и подробный пересказ «Рассказа Ирмина». Кюфферы дают информацию о составе сборников, истории произведений, предлагают внимание читателя самые интересные из них, например, «Дело Корнета Елагиным», подчеркивает и мастерство рассказов Ида и Цикаго, и сравнивает стиль Бунина с мастерством Тургенева и Кунчарова. В поддержку собственной оценки Кюфферы своих оцензий ссылаются на отзывы Александра Валентиновича Амфитеатрова, с которым он состоит в дружеской переписке. И на самом деле информация из самой первой заметки для рубрики журнала «Новерда», в том числе и от Мунины, подсказаны Кюффера именно Амфитеатровым, которые регулярно отправляют ему новости из разных центров диаспоры. Кюффера перерабатывает эту информацию для итальянской публики и одновременно, благодаря посредничеству того же Амфитеатрова, вступает в личную переписку с русскими писателями и с Буниным в первую очередь. Из переписки с Буниным, к большому сожалению, сохранились только письма Кюфферы в Ринском архиве, тогда как в архиве Кюфферы остался лишь портрет Бунина с дарственной надписью. Вот это портрет Кюффера с дарственной надписью Бунина. Портрет Бунина с дарственной надписью Кюффера. Переписка завязывается в том же 1927 году. В начале июня Кюффера пишет Амфитеатру, чтобы Бунин прислали ему влезное письмо и несколько книг. И 11 июня он отвечает Бунину с благодарностью за книги, обещая их прочесть и писать о них в журнале Невеллера. Вот это текст письма Кюффера, где он пишет, простите, что так, ну, это можно читать. Следующие критические статьи Кюффера о Бунине становятся более подробными. Они относятся к 1928 и 1929 годам и свидетельствуют о довольно и глубоком понимании творчества писателя. Речь идет об эссе 1928 года на четырех страницах для литературного журнала-ревиста «Виталия» под названием «Искусство Ивана Бунина» и о двух статьях в крупной итальянской газете «Курьера де Лассера» за 1929 год. Первая из них посвящена Бунину, первая из этих статей Курьера де Лассера посвящена Бунину и Арцебашеву, а вторая статья на две коробки под названием «Калифей Бунин» и «Калифео Бунин». Какова специфика этих статей? Во-первых, надо учесть, что это едва ли не единственные статьи в итальянской прессе о Бунина за эти донобелевские годы, и в них Кюстерле старается открыть итальянскому читателю богатый и разнообразный мир гунинского творчества. Кюстерле обращает также внимание на самые значительные черты гунинской биографии. Как показывает сопоставление статьи Кюстерле 1928 года и автобиографической заметки, написанной Бунином для французского издания господина Сан-Франциска 1922 года, о которой будет говорить королева Леотто, иногда Кюстерле почти дословно приводит некоторые места гунинской заметки. Тут можно уже сравнить. Кюстерле также пишет о присуждении Бунина древней имени Мушкина о том, как писатель или жила с его подробно в революционные годы и о первых годах эмиграции. Говоря о раннем творчестве Бунина, Кюстерле упоминает острую реакцию дореволюционной критики на отчаянно пессимизм в области деревни и противопоставляет им распространенным в мегранских кругах мнение о ее пророческом значении. Ну, Кюстерле, по-видимому, был знаком с рядом лицензией в мегранской прессе и где-то можно вродить какие-то черты и отзывы Минского, например, и даже Эдуард Матамовича. Молодой начинающий поэт Кюстерле особенно ценит поэтическое творчество Бунина, не подчиняющийся никакой литературной школе, его уникальность в общей картине русской литературы тех лет. Кюстерле подчеркивает также оригинальность принципа, которого мы будем только придерживаться, делить каждый тон собственных сочинений на две части, проза и поэзия, и оценивает идею такой композиции. Целая часть статьи «Курьера де Лассера» посвящена литературному перевопрощению странств Бунина и Шаниру, описанных как поэтические поиски самого себя. Интересно посмотреть, например, как Кюстерле передает в своей статье содержание бунтского стихотворения «Кадельница», в котором также переведено Кюстерле на литературный язык вместе с другими стихотворениями «Ритмы» у гробницы Гиргелия и ночлега, и прочтено на конференциях «Кадельница» и «Парадио». Следующий показатель. Это из статьи, а это уже для сравнения приводится с тихотворением. Кюстерле по-своему толкует вопрос автограммичности бунтской прозы. Он обладает крайней объективностью, которая его заставляет не только организировать себя самого, но и своим творчеством воплощает в жизнь людей из разных стран и времени. Драматическая судьба России и самому поэта переданы в следующие слова. Хотя, современному читателю, не только грелатые обороты кюферы могут показаться вычурными и типами. «Ритмы» показывает следующее цитаты, где Гурмина сравнивается с огромным дубом и металлами. Такие выражения, безусловно, отражают не только стиль эпохи, но и стремление к высокому литературному языку, хотя в идее итальянского языка у него безупречно, и его рецензии очень включительно. Кюфер высоко оценивает также переводче свою деятельность Гурмина и пишет, что Байрона и Гуафедоров нашли ее почитателя и элегантное русское облачение. В общем, для Гуафедоров не помню настоящее литературное открытие. Он разделяет в ней не многих сотрудников, а его роли калифея русской литературы, то литература, которая продолжала во всей своей многогранности культурной традиции XIX века. Таким образом, Центр русской культуры и литературной деятельности переместились из страны происхождения на запад и здесь, несмотря на всевозможные трудности, продолжать свою жизнь. Позже Кюфер написал об Унин еще одну статью, опубликованную в Туринском еженедельном журнале «Радио Корьере» в 1932 году, где и поместив переводы в четырех гостепотворениях. Самый интенсивный период взаимоотношений Кюфера и Лунин относится к 1930 году и длится до середины 1930-х годов. Именно к этому времени относится работа Кюфера над изданием первой части «Жизни Арсеньева» для издательства «Ветки», а затем готовка, перевод и издание сборника рассказов для издательства «Ветки». О переводе и публикации «Жизни Арсеньева» много подробностей можно узнать из писем Кюфера и Лунина, и параллельно из переписки Кюфера с амфитеатрами. Кюферы были знакомы с журнальным изданием «Жизни Арсеньева» за 1928 и 1929 год, и в поместной статье «Радио Корьере» пишут о нем как о большом романе. Проект перевода обсуждался и с автором, и с издателем «Жизни Арсеньева». Вот это он пишет Бунину. Это письмо от 3-го октября 30-го года, где он сообщал Бунину о завершении редакторской работы над переводом «Жизни Арсеньева», хотя, по его словам, переводчица не справлялась с музыкой губинского текста. Из этого же песна внизу мы узнаем также о полирике, возникшей между Буниным и турецким издательством «Сравья» за издание деревни без оплаты Бунину гонорара. И Кюферы советуют Бунину ни протестовать, ни возбуждать процесса, так как книга, по истечении десятилетий соединения у первого издания, считается уже незащищенной для перевода на иностранные языки. Поэтому обратитесь в пост издательства с письмом, вроде того, которое вы намеривались на издательство. Бунин просто отправил образец письма, который он собирается прислать издателя, и Кюферы его немножко редактировали. Но несколько говорят его, несколько смягчив его. Перевод жизни Арсеньева, а вот это уже цитата, скажите. Светушев? Ага. «Выше двадцать лет тридцатого года под загравом роман Джогенетса и Арсеньева, юность Арсеньева, вступление в Геннаду Кюферы. Но это вступление почти целиком составлено из материала уже опубликованных статей. И Кюферы, например, «Хрисава Джеремни», «Осборник Адмитрия Навунов и сегодняшний удар». А самого романа, как ни странно, в этом предиссуре было очень мало. Хотя из переписки Кюферы с разными лицами узнаем, что он читал отдельные страницы романа на конференциях в Генуе, Милане и в итальянской части Швейцарии. Из переписки между Буниным и амфитеатровым за тридцать в первые годы. Мы узнаем также о том, что Лунин, обращаясь на конференциях с просьбой об организации поддержки со стороны деятелей Пуритаги, рассчитывая также на содействие Кюферы. Это речь идет о кандидатуре для Бунинской племени. Следующий. «Помогите, если можете, поговорить об этом в письме только с Кюферой». И Кюферой на самом деле обратиться по этому поводу «Кюферой». Кюферой очень старался найти издательных для Бунинских рассказов и заключил договор с Мудадорией, границей корреспонденции в архиве Мудадории за тридцать третий год. На издании сборников с названием «Нити на любовь и другие рассказы». Следующий. «Куда пошли отдельные рассказы сборников «Нити на любовь, солнечный дар и божий древо». Точнее, рассказы Митина-любов, «Дело корня Кюферой» и «Досолнечный дар, ущелья и другие». Но Кюферой, испытая это чувство глубокого стыда перед Буниным, узнав, что издатель Мудадорий, следуя законами травянской культуры, вырезал сцену за убийство в финале Митиной любви. «Из его письма 1934 года, где он напишет мне просто плотно писать об этом. Несмотря на этот осадный результат, Кунин не затаил обиду. И когда в 1936 году Кюферой поехал в Париж, он его принял очень дружеский, как свидетельствует мемуарь Кюферой о встречах с писателем в Париже. В статье, опубликованной через несколько месяцев после смерти Кунина, Кюферой снова сожалеет по поводу того, что в течение 20 лет итальянская публика так и не знала истинного конца истории главного героя одного из шедевров Ивана и не было, и не было. И благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы? Да, дорогая Илья, очень большое спасибо за такой интересный доклад. И у меня вопрос, каковы было отношение Бунина к переводам, к самому переводам на итальянский язык. Потому что когда я работала с французским языком, например, я нашла такую цитату, замечание Бунина по поводу того, что Анна Режит считает его шедевром. Это перевложение того, о чем я хотела бы процитировать. Но что же с француза спрашивать, он умный старик, а все-таки француз. Я как-то стала читать себя в переводе, а потом врачом Нажимова тоже в переводе. Честное слово, никакой разницы. То есть по поводу именно качества переводов, да? Но надо сказать... Я думаю, что здесь не качество. Просто тогда, когда я работала с французской критикой, есть какие-то стабильные формулировки. То есть как-то французы пишут так же, так же. То есть определенное может быть. И вырабатывается какой-то, может быть, определенный стиль переводов, который приводит к тому, что авторов, которые мы переводим, допустим, с русского языка, что получается, что переводим в французский или итальянский, оно как бы и получается немного скользко. Ну, конечно, не без тераптикоса, это, конечно. Но я... Об этом еще будет говорить сегодня коллега Ритти, который даст, наверное, обзор в итальянской рецепции. Ну, надо сказать, что вообще с умигранской литературой в итальянке была, ну, довольно странная судьба, потому что издавались очень много такие более, ну, не знаю, как бы комитетные такие издания, как, например, книги Алера Мамова и так далее, которые пользовались огромным успехом. Из классика, из, скажем, вот, миграции, ну, тот же Лунин, у меня довольно, ну, скажем, не очень большую там славу. И, ну, кроме Мережковского, который поизвестный уже, ну, там, может быть, не только литературным, там, достойством, но и там темами, и так далее, и еще потом дружбой с Мусулили пользоваться и там пересдаваться, а все остальное, то есть, это проходило с трудом. Ну, стереотипы, конечно, что вот это русско-мигрантская литература, это унылое, это, вот, это, это да. Спасибо. Да, 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 пожалуйста. Что касается как раз вот это пропущенные концовки, «Митин и любви», это, безусловно, да, то есть, ну, то есть, к сожалению, как и говорила, писем, письма Бунина не сохранились, поэтому я не могу до конца. Кое-что там прозвучало в переписке, как раз амфитеатр, вот, который идет как-то параллельно, но это, скорее, амфитеатр плохо отзывается, там, как качество перевода, чем сам мужик, поэтому это тоже посредничество, но просто другого корреспондента. Но конкретных реакций я бы, я как бы, не нашла. Спасибо.